Привет, друзья! В этом видео мы расскажем о наших маленьких друзьях, волнистых попугайчиках. Поговорим об их происхождении, об ежедневном уходе и как они ведут себя в быту. Родиной самых известных попугайчиков в мире является Австралия. Первое здоровое потомство волнистых попугаев, выращенных в неволе, получено в 1850 году. Эта заслуга принадлежала сотрудникам Антверпенского зоопарка. Позже опыт разведения был подробно описан и стал настоящим руководством для разведения породы. Сейчас волнистые попугаи популярны во всем мире. Приобрести этого питомца можно в любом зоомагазине. При уходе за этими питомцами необходимо соблюдать 3 обязательных пункта, которые нужно выполнять ежедневно. Это сможет выполнить даже ребенок в 6 лет. Первый обязательный пункт – чистота клетки. Нужно вытащить поддон с клетки, высыпать оттуда весь мусор, помыть под проточной водой. Чистый поддон просушили, вытерли полотенцем насухо. Второй главный пункт – покормить попугаев. Вот такой корм мы берем. Насыпаем в кормушку его. Хочу отметить, что этот корм, который мы используем в настоящее время, специально разработан для попугая в период леньки, так как он имеет особый состав минералов и микроэлементов для восстановления оперения. В период, когда оперение не линяет, это в основном в теплое время года, мы используем обычный корм для попугаев мелких пород. Также для наших попугаев мы покупаем вспомогательные минералы. Это минеральный камень, изготовлен из морских ракушек. Такой камень восполняет дефицит микроэлементов, укрепляет костную ткань, устраняет проблемы с пищеварением, укрепляет клюв и когти и служит развлечением. Третьим обязательным пунктом является наполнение паильника водой. Также рекомендуется выпускать попугаев из клетки, для того, чтобы они могли полетать, размять свои крылышки, подышать полную грудью. Наши попугаи уже несколько дней не хотят полетать из своей клетки, они ведут себя спокойно, им комфортно и так. Поэтому мы их не тревожим. Для тех, кто все-таки решил завести таких питомцев у себя в доме, хочу предупредить о том, что помимо уборки клетки, вы столкнетесь с тем, что вам также необходимо будет убирать территорию, близлежащую, на которой располагается данная клетка. Так как из клетки будет вылетать шелуха от корма, испражнения попугаев, а также перья в период линьки. И, соответственно, весь этот мусор будет находиться вокруг клетки и близлежащей территории. Поэтому не рекомендуется клетку располагать на кухонном столе и в целом на кухне. Ну и, соответственно, необходимо ежедневно выполнять уборку за попугаями, так как если вы хотя бы один день пропустите, они просто создадут вокруг территории, где располагается клетка, антисанитарные условия. На самом деле это миловидные существа, но за ними нужно убирать так же, как и за другими животными. Хочу также отметить, что данных питомцев не рекомендуется заводить людям, имеющие хронические бронхолегочные заболевания, а также страдающие аллергией, так как мелкое оперение этих птиц, вылетающие из клетки, может стать источником аллергии. Клетку с попугаями необходимо располагать в сухом, защищенном от ветра и сквозняков месте, так как от сквозняков и ветра питомцы могут заболеть. В целом, эти питомцы не привередливые, ухаживать за ними несложно, это под силу даже ребенку 6 лет. А Миши попугайчиков подарили на день рождения, он с удовольствием ухаживает за ними ежедневно. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Пока-пока!